МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинске новости в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители улицы Кимеровская при Шахтинске замерзают без отопления, а теплоподающая организация намерена повысить тариф со 160 до 210 тенге. Искать справедливость в суде. Лязат Неазбекова, мать двухлетней Гаухар, намерена добиться наказания для водителя маршрутки, от беспечности которого пострадала ее дочь. И вновь дурная шутка. Неизвестный сообщил в полицию о заложенном взрывном устройстве в здании ЦУМа. Полицейские заявляют, что очередного шутника обязательно найдут. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Жители улицы Кимеровская из Пришахтинска не могут согреться. Отопление, обещанное к 1 октября, им и не снится. А все потому, что ТО, коммунальное хозяйство города Караганды, решило поднять действующий тариф со 160 до 210 тенге. Жильцы с таким повышением не согласны. Инициативная группа жителей намерена судиться с коммунальщиками. Отопление у нас до сих пор не включено. Батареи холодные, невозможно даже держать. Очень холодно. Многодетная мать Аида Ксимбаева несколько раз в день трогает радиаторы отопления в надежде на чудо. С ее слов, семья устала от холода. Особенно страдают дети. Совсем недавно семья Ксимбаевых узнала причины холода. Оказывается, теплоподающая организация готовится к повышению тарифа. Однако домочадцы Аиды, да и остальные жильцы, к таким новостям оказались не готовы. 210 тенге нам повышают тариф. Сами видите, эти дома для малоимущих, многодетных семей, для семей, которые с детьми инвалидами. Вот я многодетная. У меня четверо детей и ребенок инвалид. Муж у меня один работает. Оплата очень высокая. И я не знаю, мы даже не знаем, как будем платить. Аналогичные жалобы и у жителей домов 97, 113, 114. Жильцы называют повышение тарифа не иначе, как грабежом. Мы не согласны с таким тарифом. Будем судиться. Это же грабеж. Нам что, не кушать? Со мной согласятся все жильцы. Инициативная группа из числа жителей решила высказать свои претензии руководству фирмы. Жильцы объяснили свои жалобы тем, что в новых домах живут в основном малоимущие и многодетные семьи. Сейчас такое время, где по всему миру кризис, вы тоже поймите. Сейчас то, что у нас зарплата, как было, лет 5, 6, 7, 8, вот так же у нас зарплата. А вот это все растет. А как нам жить? Но у администрации теплоподающей организации своя правда. По словам руководства ТО, компания вынуждена повысить расценки из-за убытков. А отопление людям дадут, как только будет утвержден тариф. Мы вас понимаем, но мы даем расчет решать уполномоченному органу. В прошлый год отопительный сезон отработали, в убытке сейчас в данный момент до сих пор не мы работали. Еще у нас расширство. Сейчас мы выйдем после Нового года, будем поднимать там, потому что будем выходить на новую тариф. Остальные вопросы должны решать, я думаю, исполнительные органы. Таким образом, предприниматель открыто заявил, что жителям придется смириться с новым тарифом или просить помощи у чиновников. Как действовать дальше, жители еще не решили. Ясно одно, они намерены отстаивать свои интересы до конца. Айя Мамрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. Двухлетний Гаухар, пострадавший от беспечного водителя, становится все хуже. При малейшем волнении малышка бледнеет и теряет сознание, заявляет ее мама. Напомним, в конце сентября ей прищемило дверью голову в маршрутном такси. Водитель злополучного 31 маршрута признавать свою вину отказывается. Упала, умерла. С такими словами выбежал с боссами ногами. На улицу четырехлетний брат маленькой Гаухар. Мама малышей для задней Азбековой это время возвращалась из магазина. Все, что пережила с того момента, как младшему ребенку прощемило голову дверью автобуса, вспоминает содрогание. Сын играл на улице, она упала и посинела вся. Мама у нас такого не было, что до этого такого вообще не было. Начала плакать, потом закатилась и посинела. А мать прибежала, говорит, она упала. И она лежит, никакой действий нет, просто синяя. Начали водой брызгать, потом врача вызвали. Надо. Она говорит, надо срочно в город везти. Это получается через пять дней после этого случая, да? Да. Она умерла, где-то? 19-го было. Потом 22-го упала, но она не так сильно, что посинела просто. И мы ее сразу откачали. А 24-го, значит, не умерла. Еле откачали. Врачи уже прибежали. На скорость собрались везти в город. Она отошла. Ее начали холод, воду, укол сделали ей. Инцидент произошел, когда мама с ребенком заходили в маршрутку. Девочка спала у нее на плече. В маршрутку женщина входила последней. Не успела она зайти на нижнюю ступеньку, как дверь за ее спиной резко закрылась и прищемила голову дочке. Удар был сильный. Водитель открыл дверь и тут же захлопнул ее обратно, зажав тем самым голову во второй раз. Когда кондуктор начал со мной ругаться, что быстрее не заходишь, а передо мной два человека было. Я ему говорю, я же не могу толкнуть этих людей быстрее, что надо ожидать. Зачем эти зеркала? Это не твое дело, говорит мне, водитель. У нас время, деньги, мы по времени ездим. Но ребенок плакал до самого, который мой кудыки, автовокзал, конечный. Я попросила больнице, чтобы отвес, но он отказал мне, водитель. А кондуктор мне попросил, чтобы я вышла, потому что ребенок уже плакал. Ему этот надоел шум. Дальше все как в страшном сне, вспоминает Лизат. Водитель пытался задавить и саму мать ребенка, когда та пыталась фотографировать госномер транспорта. Я вышла и начал фототь его. Когда я спереди начал фототь, он начал мне давить. У меня ребенок на руках был. Он прям начал давить. Здесь мужик начал кричать, вы что делаете, женщина? Пусть отойдет, говорит. И здесь патруль на Ниве, 207 или 277. Ехала Нива, они увидели и убежали. Я подбежала, я сама плакала, потому что ребенок плакал. Она начала синеть уже, посинела вся. С тех пор родители девочки обращались к медикам неоднократно. Однако те до сих пор устанавливают, почему малышка после случившегося стала падать в оморок, пока девочки не поставили никакого диагноза. После случившегося к родителям обращался только друг водителя 31 маршрутки, где произошел инцидент, и предлагал деньги, чтобы она никуда не жаловалась. Однако женщина их не взяла. Со стороны автопарка Манаса, у которого водитель арендует маршрутку, никакой помощи тоже оказано не было. Сейчас ребенок начинает кричать, когда видит автобус, пугается и плачет даже, когда спит. Ходить по больницам приходится пешком, и это в сырую погоду. Во время одного из таких походов ребенок загрипповал. На днях маленькую Гаухар положат в больницу для полного обследования травмы. Лизат утверждает, что деньги ей ни от кого не нужны, несмотря на то, что тратится на выписанные врачами лекарства самостоятельно. Лишь надеется, что те, из-за кого ее ребенок вынужден проходить через все эти страдания, ответят по закону. К слову, она уже готовит обращение в суд. Центральный универмаг Караганды снова заминировали. На этот раз из здания эвакуировали около 600 человек. Звонок на пульт Центрального оперативного управления поступил от анонима во второй половине дня, 10 октября. Известно лишь, что голос принадлежал мужчине. Очередной звонок о якобы заложенной бомбе поступил в дежурную часть полиции в 16.34. К ЦУМу были стянуты все экстренные службы города. Здание оцепили, людей эвакуировали. Чуть больше часа саперы и кинологи с собаками искали в здании универмага. И снаружи взрывчатое вещество. Поиски не увенчались успехом. В 17.44 была дана команда отбой. К слову, универмаг минируют не в первый раз. Предыдущий случай произошел 7 июня. Тогда из торгового дома эвакуировали около 500 человек. Подозреваемого задержали по горячим следам. Задержанный 26-летний мужчина признался в том, что позвонил на телефон ЦОУ из хулиганских побуждений. Стоит отметить, что в последнее время такие шутки стали неоригинальными. Жители шахтерской столицы стали очень часто баловаться такими вещами. Полицейские предупреждают, что баловство такого характера относится к тяжким преступлениям. Санкция 273 статьи не предполагает условного лишения свободы или ограничения свободы. Провинившихся ждет реальное лишение свободы до 6 лет. К тому же напомним, что в Казахстане продолжает действовать желтый уровень террористической опасности. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По данной статье грозит до 6 лет лишения свободы. А.М. Амрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. А в то время как СУМ снова заминировали, Караганду, да и весь Казахстан сотрясают обсуждение о справедливости приговора учителю физики. Напомним, педагога Юрия Пака приговорили к двум годам лишения свободы за лжетерроризм. Председатель Казбекпийского районного суда прокомментировал приговор Юрию Паку и попытался объяснить, почему судья Алия Жоршева вынесла такое решение. Высказаться по приговору учителя физики в суде решили из-за широкого общественного резонанса, который возник после осуждения Юрия Пака. Председатель суда Шахатбек Абдиров отметил, что судья вынес обвинительный приговор на основании совокупности исследованных и имеющихся в материалах дела доказательствах. Судья посчитала, что достаточно доказательств, и она вынесла обвинительный приговор. Если бы она посчитала, что нет доказательств, их недостаточно, она, возможно, вынесла бы оправдательный приговор, то есть там два варианта. И она и расписывает приговоры, основывается на экспертизе голоса, основывается на том, что Пак не отрицает, что в принципе он на телефоне видел, что с его телефона были звонки, ну именно на 112. По словам председательствующего, алиби Пака было неубедительным. Свидетели действительно рассказали в суде, что осужденный в тот день перетаскивал парты. Но со слов Абдирова они также пояснили, что время от времени педагог выходил и снова возвращался. На вопрос журналистов о мотиве преступления судья пояснил, что в основном лжетеррористы могут позвонить и просто так, от безделья или плохого настроения. У нас, если анализ по этим делам брать, у нас, допустим, приговоры выносятся, как правило, человек говорит о том, что вот он, в данный момент у него было плохое настроение, он там на кого-то обиделся, я не знаю, ежеминутно, ежесекундно. И тот же ЦУМ у нас неоднократно минировали, правильно? Ну, я в кавычках минировал. И есть прецеденты, когда мы по ЦУМу в том числе выносили приговоры. Также в суде привели статистику. В 2015 году за лжетерроризм были осуждены 54 человека. За 9 месяцев текущего года в судах Казахстана рассматривалось 49 аналогичных дел. 46 человек уже получили свое наказание. Судья подчеркнул, Фемида еще никого не оправдала. С недавних пор диспозиция 273 статьи не приемлет условного наказания, а адвокаты Юрия Пака готовят апелляционную жалобу. Айом Амрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Карагандинской области собрали рекордный урожай зерна. В областном Акимате заявили, что нынешний урожай является самым высоким почти за 50 лет. Итоги уборочной кампании обсудили на очередном аппаратном совещании под председательством главы региона Нурмухамбета Абдебекова. Уборочная кампания Карагандинской области завершилась небывалыми показателями. Средняя урожайность составляет 14 центнеров с гектара. А в хозяйствах с наиболее высокой урожайностью – до 19 центнеров с гектара. На полях области намолочено более 1 миллиона тонн зерна. Уважаемые коллеги, в этом отношении на тему задавайте, что благодаря, конечно, по многому сложившемуся в этом году по годам, мы получаем неплохое урожай. В целом 14 центнеров на 2 с гектара получают. Это надо сказать, что статистику поднимали за 46 лет наблюдений. Такого урожая не было. Глава области отметил, что нынешние показатели – это большое достижение и успех карагандинских хлеборобов, в том числе по внедрению влагоресурсосберегающих технологий и семенной работе. Неплохой урожай собрали и растеневоды области – 183 тысячи тонн картофеля и 32 тысячи тонн овощей. Между тем, в нашем регионе имеется большой потенциал для увеличения пассивных площадей. В 1991 году в области посевная площадь только зерновых культур составляла 1 миллион 454 тысяч гектаров. Целью динвесификации структуры бассивных лошадей, выполнение вашего поручения и академы вовлечения в область неиспользуемых пахов на приводную землю. По словам руководителя управления сельского хозяйства, в 2017 году планируется прирост пассивных площадей. Яровой сев составит 893 тысячи гектаров, что больше уровня 2016 года на 84 тысячи гектаров. В растеневодстве ставка делается на применение современных технологий и развитие семеноводства. Андрей Тенжик, Сылык-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асалбек-Дюсибаев с рабочей поездкой посетил объект планируемой реконструкции участков автодорог «Северный и Восточный обход». Работы будут проводиться в рамках реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг». Согласно проекту, участок будет переведен в категорию дороги 1Б, то есть будет иметь 4 полосы движения. Верхним слоем дорожной одежды участка будет хорошо зарекомендовавший себя в нашем регионе щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной 5 сантиметров. Всего толщина конструктива дорожной одежды составит 69 сантиметров. Следует отметить, что на данном участке, так же, как и на участке Анар-Тимиртау, будет исключено пересечение встречных потоков движения. Все пересечения автомобильных дорог будут выполнены посредством путепроводов. На сегодняшний день Анар-Асакарпка протяженностью 10 километров дорога уже сдана в эксплуатацию. Буквально в воскресенье мы уже открыли движение по входу Асакарпки протяженностью 21 километр. Идет сейчас движение по входу. Вчера мы завершили Бат-Пах-Баймурза полностью, циметробетонное покрытие завершили. Сейчас идет обустройство дороги, установка барьерных ограждений, асфальтирование, укрепление обочин. Заборы устанавливаются от снегозадержания, от диких животных заборы устанавливаются. Следующий участок – это Бат-Пах-Баймурза до Тимиртавского кольца. Всего предусмотрено сооружение четырех путепроводов и одной эстакады через железнодорожную ветку и реку Солонка. Согласно проекту реконструкции, так же будет охвачен участок дороги от въезда в Пришахтинск до Развязки, называемый Пришахтинским кольцом. После реконструкции участок будет оснащен обогревательным пунктом с теплой стоянкой со складами, административным зданием с лабораторией, ремонтно-механической мастерской с мойкой, котельной, со складами, угля и золы и автозаправочным пунктом. Здесь получается новая дорога. Да, новая дорога будет. Здесь будет развязка. Таким образом, выполнение работ в рамках данного проекта позволит обеспечить безопасный и бесверебойный проект транзитного потока без движения по городу Караганды, что сократит время пребывания в пути транзитных машин, а также сократит уровень аварийности на дорогах областного центра. Лариса Хусынова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Астане в рамках дней Карагандинской области прошла выставка достижений региона. Наш регион обладает крупнейшими запасами рудного и нерудного сырья, уникальным природным потенциалом. Во Дворце мира и Согласия была представлена продукция как крупных промышленных предприятий, так и мелких мастерских. На выставке, которая прошла во Дворце мира и Согласия, были представлены стенды с достижениями за 25 суверенных лет. Посетители увидели продукцию различных предприятий региона, от крупных промышленных и до небольших мастерских. Особый интерес посетителей вызвала продукция компании Евразиан Инвест, которая производит порошок из свежего кобыльевого молока Саумал. На выставке представили свои работы известные карагандинские художники, такие как Айбек Бегалин, Петр Кишкис и многие другие. Художники постарались в своих работах передать всю палитру красок родной сырьярки. Кроме того, историко-краеведческий музей привез в столицу свои экспонаты. Особенно жителей и гостей столицы интересовала реконструкция золотого человека, найденного на территории Карагандинской области. Кроме того, Карагандинский дом моды Нур-Асем представил коллекцию национальных костюмов. Дни Карагандинской области в Астане завершил галоконцерт на сцене Дворца мира и Согласия. В нем выступили около 600 карагандинских артистов. А сердце Замбаева Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Казахстане реализуется государственная программа «100 историй успеха». Судьбы, достижения и характер успешных казахстанцев должны вдохновлять молодежь и олицетворять успех всей страны за годы независимости. В списке успешных людей и декан химического факультета Каргу. Лариса Хусаинова с подробностями. Иркебулан Тажбаев родился в 1974 году в Челябинской области. После окончания школы Иркебулан Тажбаев приехал в Караганду. В планах было поступать на экономический факультет. Но по истечению обстоятельств Тажбаев поступил на вечернее отделение химического факультета Карагандинского государственного университета имени Букетова. В 90-х годах молодой студент днем работал, вечером учился. Можно сказать, трудился целыми сутками. Преподаватели заметили способности студента и посоветовали перевестись на дневное отделение. Когда я еще учился на втором, на третьем курсе, меня пригласил известный ученый, заведующий кафедры, доктор химических ног, профессор Курман Алиев Урашима Баевич. И предложил его отработать в ее научной группе. И с тех пор моя судьба непосредственно связана с тем направлением, которое он задал в свое время. Это химия полимеров. И сегодня я занимаюсь этим направлением. После окончания университета Иркебулан Тажбаев поступил в аспирантуру, а в 1999 году стал кандидатом химических наук. Старший преподаватель, доцент, заместитель декана, заведующий кафедрой, а уже в 2006 году декан химического факультета Карагандинского государственного университета. В 2007 году Иркебулан Муратович прошел стажировку в Германии в университете имени Гетте. В лаборатории профессора Кройтера, это один из известнейших ученых в Европе в области фармацевтической нанотехнологии. Проблема, которую развивал в то время профессор Кройтер, это целенаправленный транспорт лекарственных препаратов. То есть лекарственные препараты, которые мы потребляем, до цели доходят всего 20% максимум. И задача современной фармацевтической технологии именно увеличить целенаправленную доставку и снизить побочные действия лекарства. И вот в то время я написал письмо профессору Кройтеру о том, что хотел бы пройти стажировку в университете, и он меня принял. Я в течение месяца проходил у него стажировку, и эти результаты легли в основу наших дальнейших исследований. Иркебулан Тажбаев дважды становился обладателем звания лучший преподаватель вуза Республики Казахстан и гранта на повышение квалификации за рубежом. В 2012 году декан химического факультета отправился на стажировку в Нидерланды. Тажбаев – обладатель юбилейных медалей и нагрудного знака Министерства образования Республики за вклад в развитие науки. Как преподаватель и наставник, Иркебулан Тажбаев работает со студентами, вовлекая их в удивительный мир химической науки. Наука всегда в образовании находится на самом верхнем уровне, и ученый должен вот здесь вот находиться на этом уровне и распространять вот эти новые звания среди студентов. Поэтому мы обязательно студентов вовлекаем в научную работу, и у нас есть совместные публикации со студентами, они являются авторами наших разработок. И студенты, которые вот непосредственно я принимал участие в их подготовке, они являются победителями республиканских конкурсов студенческих научных работ. Жена Иркебулана Тажбаева – кандидат экономических наук. У них двое детей. Несмотря на свою усердную научную деятельность, он занимается спортом. Играет в футбол, баскетбол и любит проводить время с семьей. Иркебулан Тажбаев является примером для своих студентов, но считает себя обычным преподавателем. С улыбкой на лице вспоминает людей, которые встретились в его жизни. И отчасти знакомство с ними помогло ему стать успешным человеком. Лариса Хусейнова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова